Второй блок БелАЭС полноценно заработает в октябре 2023-го. Там уже установлено технологическое оборудование и завершён монтаж трубопроводов. Выполняются пусконаладочные работы. Электроэнергия, выработанная первым, позволила заместить 3,6 миллиарда кубометров газа. За почти два с половиной года с момента включения станции создано более 13 миллиардов киловатт-часов. Страна сэкономила уже более 400 миллионов долларов. В республике с 1 мая вырастут детские пособия, пенсии и надбавки. Это связано с изменением бюджета прожиточного минимума. В среднем на душу населения чуть больше 352 рублей. Единовременная выплата на первого ребёнка превысит 3,5 тысячи. При рождении второго и последующих детей заплатят без малого 5. Социальная пенсия инвалидам первой группы – почти 390 рублей. Доплата неработающим старше 75 лет свыше 66. В стране в ближайшие три года реконструируют и построят 32 автозаправочные станции. При модернизации будет использовано новое технологическое оборудование. Оно позволит увеличить мощность объектов и количество обслуживаемого транспорта. Особенно активно планируется расширять сеть многотопливных АЗС для заправки различными видами моторного топлива и зарядки электромобилей. Минтруда напоминает о рабочей субботе. Переносы распространяются только на тех, у кого пятидневка. Если сотрудник 24 апреля находился в отпуске или на больничном, 29-го выходить не нужно. Однако это не касается тех, кто был в командировке или повышал квалификацию. Следующие официальные выходные – 1, 8 и 9 мая. Участниками военно-исторического марафона «Дорогами памяти» станут студенты шести вузов Беларуси и России. Международная акция пройдет с 3 по 5 мая. Она позволит не только расширить сотрудничество с ведущими учебными заведениями РФ, но и сформировать у молодого поколения активную гражданскую позицию, чувство патриотизма и уважение к богатому культурному и духовному наследию нашей страны.